Мы можем писать какую-то бумажку по работе и забыть поесть Вопрос, а что я сейчас чувствую, чего я на самом деле хочу? Маркер, я не совсем удовлетворена тем, что в моей жизни есть Доктор, можно устранить жопу из моей жизни? А хотя нет, это же несущая конструкция Да, 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 не всегда важна вот именно причина Тут гораздо важнее смотреть на те последствия, которые в жизни есть Приходят девушки и говорят о том, что я 10 лет хожу по психологу И тогда это вопрос, а я вообще готов сепарироваться от мамы и папы Я буду бегать от психолога к психологу И тут у меня тоже вопрос, что происходит у данного человека с привязанностью Работа с психологом это проигрывание какого-то привычного сценария в твоей жизни Циклично ты теряешь деньги, ты не можешь построить отношения, в которых ты будешь счастлива Ты все время для других Моя задача как специалиста помочь человеку осознать тот опыт, который есть и пробовать по-другому Друзья, всем привет! Обожаю говорить с профессионалами о том, как устроен рынок С Анастасией Варламовой сегодня говорим про мифы и страхи в работе с психологом И о том, что такое терапия, как она работает, чего ожидать, а чего точно не стоит ждать Потому что, продолжая тему жертвенности, психолога тоже можно сделать большой фигурой Как часто ты сама себе задаешь вопрос, что я хочу? Ты знаешь, я долгое время этот вопрос себе не задавала Я понимала, что что-то происходит, что это я чувствую Но так сильно этого всего избегала, что этот вопрос был как-то в смысле Но это не важно, гораздо же важнее идти, действовать, добиваться успеха Просто делай Да, просто делай Я, наверное, очень благодарна тому, что со мной происходило Потому что благодаря этому я каких-то высот достигла в своей профессии, в жизни Но в какой-то момент я обнаружила себя просто выгоревшей, уставшей и не понимающей, что со мной происходит И я начала задавать себе этот вопрос А что я чувствую? И ответ иногда был, иногда нет А иногда он был такой, что мне проще было обратно сбежать в работу Или еще в какие-то вещи, чтобы этого не замечать Но чем больше я себя спрашиваю, тем больше я понимаю, что происходит со мной И как я на самом деле хочу жить Потому что мы можем избегать этого вопроса Знаешь, даже, а я сейчас кушать хочу или не хочу? Мы можем там сидеть, писать какую-то бумажку по работе и забыть поесть Хотя это базовая потребность И тут же вопрос, что я чувствую? Голод, он очень помогает Реальные истории, да, из моей практики Когда девушки даже не сходят в туалет Потому что, ну как же нужно тут дела доделать Или домашние, или наоборот, на работе А это же тоже вопрос, а что я сейчас чувствую? Чего я на самом деле хочу? Поэтому я сейчас стараюсь как можно чаще себе эти вопросы задавать Задавать себе вопрос каждое утро Даже как я хочу этот день прожить Как я хочу чувствовать себя сегодня И это даже то, что мне помогало настроиться на это интервью сегодня Ну то есть, как я хочу себя ощущать здесь сегодня с тобой И тогда как-то становится спокойнее, увереннее, устойчивее И это прекрасно То есть, даже если ваш день плотно расписан В такой суматохе делать, действительно бывает, ну, цитно Минимум раз в день Утром Ну то есть, утром-то ты точно в себе Ты еще дома И все равно есть какой-то утренний эмоцион Которого ты не можешь избежать Даже если максимально сокращаешь все эти процедуры А задать себе вопрос Во-первых, и что я чувствую И что я, то есть, корректно хочу почувствовать Как я хочу прожить Не пора ли мне к психологу Как, каким образом, в каких ситуациях Этот вопрос должен возникать у человека в голове Потому что, на мой взгляд Ну, повторюсь, я человек такой Наверное, бываю категоричен в каких-то вещах И мое убеждение долгие годы Не скрою, было, что вообще совсем нужно самой справляться Я повзрослела Ситуации стали усложняться Я увидела огромное количество жизненных сценариев своих героев Когда без терапии можно было просто погибнуть Умереть, исчезнуть физически И ни в коем случае не слушайте таких, как я ранее Когда говорят, что сам должен во всем разобраться Но все-таки Как разграничивать В чем ты должен разбираться сам Чтобы продолжать взросление Собственную эволюцию А когда ты должен идти к специалисту Психолог это не тот, который за тебя что-то делает Ты все равно будешь разбираться со своей жизнью сам Вопрос в том, что ты приходишь За отражением того, что в твоей жизни происходит И как ты так делаешь, что не работает Да, в любом случае Ты что-то слышишь, замечаешь Свои привычные модели поведения И действуешь самостоятельно Что бы не происходило Поэтому твоя идея, что быть самостоятельной и взрослой Она мне на самом деле очень импонирует Пойти к психологу и обратиться за помощью Точно такое же самостоятельное взрослое решение И действовать все равно будешь именно ты Да, для меня это так Просто вопрос в том, что когда ты Не понимаешь, что с тобой происходит Вдруг какая-то ситуация циклично в твоей жизни повторяется Я не знаю, циклично ты теряешь деньги Или циклично ты не можешь построить отношения В которых ты будешь счастлива Когда ты понимаешь, что ты все время для других И это проявляется и на работе И с партнером, и с родителями Когда ты понимаешь, что твоя жизнь тебе приносит какой-то дискомфорт До такой степени, что ты уже начинаешь там проявлять какую-то аутоагрессию к себе Да Ну то есть ты начинаешь что-то делать со своим телом Либо ты начинаешь как бы болеть Ну то есть для вот этих всех целей Хорошо пойти и посмотреть, что на самом деле с твоей жизнью происходит Маркер Я не совсем удовлетворена тем, что в моей жизни есть И если я уже пробовала, да, действовала, но ничего не меняется То классно будет к специалисту обратиться Тем более обратиться, если это какие-то критичные моменты Ну то есть если я постоянно болею Попадаю в какие-то неприятные ситуации Когда это эмоциональное или физическое насилие Когда уже происходит что-то прям такое явное Это главный признак, чтобы пойти обратиться за помощью Да, отлично Вот в общем, если критической ситуации нет То два важных признака Неудовлетворенность, цикличность, повторяемость Когда вы уже пробовали что-то изменить Я уверена, что много страхов до сих пор присутствует О походе к психологу Вот один из них, что я приду, мне там все расковыряют Я не хочу углубляться в болезненное детство В какие-то трагичные случаи, которые были 25 лет назад Мне сейчас это разворошат и станет хуже Есть ли этот страх, доминирует ли конкретно он или какие-то другие Расскажи, что сдерживает людей Это правда то, что может сдерживать Потому что у меня есть какая-то привычная конструкция На которую я опираюсь Да, она не комфортна мне совершенно Это как анекдот про то, что доктор, можно устранить жопу из моей жизни? А хотя нет, это же несущая конструкция Да, да, да А тут получается, что ее как-то нужно пересобирать И людям может казаться, что поход к психологу это снести Да И строить заново На самом деле работать с психологом это по кирпичику Смотреть, что там не так Потихоньку заменять одно другим И через какое-то время ты обнаруживаешь, что конструкция стала совершенно другой Идти в этом процессе очень плавно и аккуратно Я не сторонница того, чтобы погружаться там, я не знаю В прошлые жизни Чтобы обязательно копаться в том, что когда-то происходило страшное Моя задача как специалиста Помочь человеку осознать тот опыт, который есть И пробовать по-другому И для этого не всегда нужно Там, я не знаю Разбирать какие-то ситуации Которым клиент не готов подходить Это даже, наверное, не экологично Когда клиент не готов куда-то смотреть А ты его туда ведешь То есть моя задача поддержать то, что есть И посмотреть в будущее как можно по-другому Потому что я вот буквально сегодня разговаривала с визажистом И она рассказывала историю, как психолог Ей сказал о том, что, ну, наверное, в твоем детстве было насилие Ну, то есть как-то по каким-то признакам она это заметила А девушка, ну, не в курсе, она не знает этого Ну, и для меня это очень жесткая интервенция Ну, потому что человека она может просто выбить из колеи У нас же есть память, она же может замещать То есть, может быть, это действительно происходило Конечно Ну, там, в очень маленьком возрасте И ребенок просто забыл это Психика забыла, чтобы сберечь Конечно, ну, то есть это может быть избегание Ну, то есть, но вопрос в том, что клиент тебе это должен принести А не ты как бы предположить О, смотри, что я нашел Да, предположить, что это может быть Тут гораздо важнее смотреть на те последствия, которые жизнью есть в девушке И как-то их менять То есть не всегда важна вот именно причина Именно вот то, что там когда-то, там, я не знаю, с тобой случилось Или когда-то бабушка в пятом поколении, там, я не знаю, покончила жизнь самоубийством Поэтому вся жизнь моя рушится Нет То есть мой подход – это растить ответственность здесь и сейчас в своей жизни Для того, чтобы завтра делать какие-то другие вещи Причем это не обязательно что-то кардинально иное Это какими-то маленькими шагами двигаться в сторону улучшения Это очень важно, потому что, повторюсь, я очень часто слышу и в комментариях читаю Когда люди сталкивались с тем, что такое слово расковыряли То есть правильно я поняла, что есть такие глубинные, уже скрытые и надолго похороненные проблемы С которыми можно не разбираться И можно купировать вот эту связь и научиться действовать по-другому Как бы не вот вороша того, что уже утрамбовалось Ну, первая задача – это наработать ресурс и наработать, что в моей жизни сейчас наиболее актуально И действовать по шагам Может быть, в какой-то момент своей жизни или в какой-то момент в терапии Человек будет готов, чтобы в это посмотреть Форсировать события для меня не экологично Супер! И ты очень классное слово сказала – ресурс Ты знаешь, я вела лекцию первокурсников в университете, где сама училась И мы разные темы обсуждали, профессиональные прежде всего Но потом, когда у них был такой свободный микрофон, они мне задавали вопросы И мне задал парень вопрос про ресурс Вот как не выгорать, как сохранять ресурс, энергичность И я была очень сильно удивлена, что 17-летних людей это интересует Потому что, конечно, мы всех судим по себе, думаем собой, книги читаем собой, фильмы смотрим собой И проецируем наши поведения То есть я настолько была заводная белка, меня и сейчас-то еще не прихлопнуло И потом, когда они писали отчеты об этой встрече, не было ни одного человека, который не написал бы, что его не тронула эта тема сохранения ресурса Новое поколение, они очень-очень бережно к этому относятся Это действительно такое тектоническое изменение, потому что в 17 лет я этого слова не знала Никто из моих сверстников не знал, никто про это не говорил и про это не думал Давай посвятим следующий выпуск как раз вопросу поиска вот этого ресурса Потому что я увидела, насколько он важный Отдельно разберем А теперь вернемся к страхам Долго и дорого, насколько это сдерживающий фактор и насколько это правда? Ну это очень распространенные возражения И на самом деле про долго Работа с психологом это проигрывание какого-то привычного сценария в твоей жизни Потому что ты приходишь со своим опытом отношений и ты это приносишь в отношения с психотерапевтом Короче, ты с психологом себя так же ведешь, как и с остальными людьми Конечно, и психолог зеркалит то, что происходит и возвращает тебе, что вот на самом деле это ты делаешь так Психолог может вернуть чувства, которые испытывает в контакте с тобой И тогда ты понимаешь, это все так со мной себя чувствуют И ты начинаешь это менять Для этого правда нужно построить взаимоотношения И это путь То есть это не то, что делается за одну-две встречи Это то, что делается там от трех месяцев до полугода, года Ну в зависимости от ситуации Тогда если ты приходишь за тем, чтобы правда проявились все твои привычные сценарии То ты приходишь на какое-то продолжительное время Проявились и изменились в более качественную сторону сценария жизни Да, потому что в процессе, когда ты будешь получать обратную связь Ты будешь это в своей жизни менять и приносить, как это у тебя получается Если вдруг тебе нужен ответ, разбор какой-то своей жизненной ситуации То тебе будет достаточно одной-двух встреч с психологом Бывает так, что реально приходят девушки и говорят о том, что я 10 лет хожу по психологу Я знаю таких людей, которые 5-7-8 лет в терапии находятся И я как специалист на это смотрю как Что-то такое происходит у тебя в контакте с психологом, что ты не можешь с ним расстаться 10 лет с одним И тогда это вопрос, а я вообще готов сепарироваться от мамы и папы Потому что так или иначе с психологом мы проигрываем детско-родительские отношения И тогда я точно бы задала вопрос, что там происходит с родителями Может быть, это не прошлое горе, если их нет Либо, может быть, это невозможность отделиться И тогда, получается, с психологом вы делаете то же самое Конечно, у меня еще вопросы Что там происходит Какая там ситуация, какой там опыт у клиента Потому что, может быть, ну я не отрицаю, что для каких-то случаев Ну то есть 10 лет это, наверное, может быть нормально Но зачастую это вопрос, что я не могу как-то сепарироваться Бывает так, что мне долго не надо, поэтому я буду бегать от психолога к психологу С одним одну встречу, с другим там пару месяцев позанимаюсь, потом еще И тут у меня тоже вопрос, что происходит у данного человека с привязанностью То есть настолько невозможно построить отношения с одним человеком Даже если это психолог, что я буду от него сбегать И тогда это, скорее всего, тоже проигрывается какой-то привычный сценарий Когда мама, папа были холодные или не дали вот этой вот необходимой теплоты Благодаря которой ребенок учится миру доверять И считает, что мир вообще безопасен Это очень крутая мысль, простая Но я думаю, что мало кто о ней задумывался Что правда, в глобальном смысле мы со всеми людьми одинаково себя ведем Ну то есть есть какие-то такие колеи нами, протоптанные за жизнь Что их очень сложно изменить И действительно, если вы на работе долго не задерживаетесь и 5 работ подряд сменили Конечно, работодатель как бы козел и последний подлец Но вообще-то это вопрос к себе Да, и если ты с психологом либо 10 лет в обнимку И все-таки там еще и на связи по WhatsApp Либо ты уже 7 специалистов сменил Часть из них могли быть не слишком профессиональны, там неэтичны Возможно, вы не подошли друг к другу по соотношению цена-качество Но все-таки опять приходим к тому, что возвращать все вопросы к тому А почему это в твоей жизни и какую роль ты-то в этом сыграл Да, и тут тогда повод и психологу задать тот же самый вопрос Ну, допустим, если вы сейчас что-то про себя поняли Что вы, допустим, затянули терапию, если вы в ней Да, то прийти, честно сказать Как тебе кажется? Потому что нормально получить адекватный ответ от другого человека Да, и пояснение, что на самом деле в нашем контакте происходит Да, и вот я тут в процессе, пока ты отвечала, задавала робкий вопрос Между слов пыталась ставить А вот вопрос к профессионализму психологу Как выбрать и как понять уже в процессе Действительно, может быть, человек профессионал, но тебе не подходит А может быть, он действительно не очень компетентен В любых профессиях есть компетентные и некомпетентные люди Ну, если мы говорим про понимать в процессе То, наверное, это повод задать вопрос Ну, то есть, как ты сейчас видишь, что происходит в терапии? То есть это нормально сказать психологу? Ты знаешь, я бы хотела спросить Конечно, конечно Потому что на самом деле исцеление в большей части происходит благодаря взаимоотношениям И тут, если вы идете и честно спрашиваете То вы заботитесь по большей части о себе и своем состоянии Вы выстраиваете честные и открытые отношения с другим человеком Слушай, мне вот это не подходит или меня вот это не удовлетворяет Вот это меня беспокоит как-то Поясни, пожалуйста, что происходит Потому что это может быть правда Что-то происходит с клиентом, с его жизнью Что-то там он спроецировал А может быть и наоборот И тогда, если терапевт открыто идет на диалог Он с вами эту ситуацию разбирает Если он вам проговаривает, как он видит эту ситуацию Это объективные причины долгого взаимодействия Да, тогда как-то нормально А если же он как-то отнекивается Или говорит, да тебе надо и точно И вы не понимаете на самом деле надо или нет То тогда, наверное, есть вопросы к компетенции Как выбрать до? Если вы еще не в терапии, огромный выбор Огромный выбор, это правда Самые первые важные вещи Это образование Это наличие у психолога Супервизии и личной терапии Потому что это такой гигиенический фактор Что проекции психолога Они будут транслироваться на клиента Обязательно психологу уходить самому в терапию, правильно? Да, да То есть это вот прям очень важный фактор Быть в терапии Наличие практики Ну, то есть действительно это практикующий специалист Да, либо же Часто же сейчас выбирают психолог как вторая профессия Это ни в коем случае не зазорно Ну вот я 10 лет ландшафтный дизайнер А теперь 3 месяца психолог Понятно, что человеку, который выбрал для себя эту профессию Возможно, это его призвание Надо с чего-то начинать Но есть все-таки очень поверхностные люди Которые, окончив, например, курсы Ну, некие, прослушав какие-то записанные уроки Или посмотрев там большое количество видео на ютюбе Пройдя там один семинар Начинают оказывать такие услуги Согласна, да Ну, тогда вам очень важно посмотреть на личность Может быть по какому-то фактору, например, финансовому Вам подходит именно начинающий специалист Да, то тогда посмотрите Он откликается вам как личность Он живет уже той жизнью, которой вы так или иначе хотите жить К чему вы хотите прийти Если вам такой начинающий специалист как личность откликается То, пожалуйста, да, вы можете к нему идти Но по большей части, конечно же, будьте бережны к себе И выбирайте того специалиста, у которого есть определенный опыт взаимодействия с клиентами Плюс, наверное, очень важно обращать внимание на то Как психолог позиционирует себя Обещает ли он каких-то быстрых результатов Замуж за неделю, там, я не знаю, или миллион за два дня Ну, я утрирую Похудеть на 30 килограммов за месяц, да Ну, примерно так Да, потому что психолог не может гарантировать вам подобного результата Потому что психика – это всегда процесс И он у всех может быть разный Да, всех под одну гребенку, то, что замуж за два дня Ну, невозможно Поэтому экологично ли его предложение или не экологично Манипулируют ли вами, когда продают или нет Потому что вот это вот «купи», если ты не купишь, ты будешь жертвой Тебе это обязательно нужно Это непрофессионально, если мы говорим именно про психотерапию Если мы говорим про какой-то коучинг, либо тренинги То, пожалуйста, да, посмотрите, как психолог позиционирует себя И как он предлагает вам эти услуги Он их навязывает, давит на какие-то ваши боли Либо он просто рассказывает о том, в чем он специалист И в чем он может быть полезен Потому что тогда это же тоже то, что привносится в терапию Психолог все равно работает с собой в какой-то степени Поэтому выбирайте личность Да, ты крутую вещь сказала Про то, что посмотрите на то, как психолог живет И здесь же ведь не про материальное Хотя иногда люди вот оцифровывают это именно так Типа успешный психолог, он обязательно должен быть богатым Успешный психолог должен быть достаточно удовлетворен своей жизнью Ну, то есть это не обязательно должны быть какие-то большие деньги Но если он с этим в порядке и согласен, то это окей Психолог точно не должен быть загнан, как лошадь Потому что он работает с собой И очень важно заботиться о своем ресурсе Потому что тогда, если ты упаханная, ты не можешь что-то дать клиентам То есть если ты находишься на выживающей такой стадии Когда тебе только на макароны То ты будешь это проецировать тоже на клиентов Потому что ты будешь от них ожидать, заплатите, дайте мне И это то, что может привноситься в контакт У психолога могут быть тяжелые ситуации жизненные Но насколько он профессионален, чтобы это вносить в контакт Или не вносить Возвращаясь к первой нашей теме К личной беседе, когда мы говорили про твой и мой развод Когда мы говорили про развод Насколько люди переносят вот это свое представление о том Что если психолог не супербогат Или вдруг она развелась Ой, да разве она может мне помочь Потому что, чтобы счастливой жизнью жить Это же должны быть и дети, и карьера И богатый муж, и ты сама богатая И вот хочу все, и сразу, и дайте побольше Если у психолога чего-то не хватает Разведенный психолог, это же нормально, в принципе? Вопрос в том, что он с этим решением согласен или нет Если это страдающий, ноющий психолог Который недоволен тем, что в его жизни происходит То, ну, наверное, есть вопросы Если психолог с этим согласен в своей жизни А если он профессионал То он умеет с этим работать Вне зависимости от того, что происходит в его жизни То есть это, наверное, тоже Как-то категорично, да Так, если у него есть То он и мне это может дать Потому что, если это говорить Про какие-то тренинги личностного роста То, может быть, это Ну, очень хорошее решение Показать, что у меня есть деньги Я вам покажу инструмент Как их заработать Да, вот у меня это сработало Ты тоже можешь Но это же уровень действий То есть психолог работает на уровне чувств Если он откликается вам просто Как человек, что он пишет Как он мыслит Или просто фотография, да На каком-то сайте психологическом Ну, где коллеги То вы можете к нему обращаться На самом деле Это очень важно сейчас Ты же не подружка Ты же не из собственного жизненного опыта Учишь Получается, например, психолог Не имеющий детей Или не имевший отношений Там в браке Или даже серьезных отношений Чисто теоретически Может быть хорошим профессионалом И в семейной, и в детской психологии То есть психолог не обязан быть мамой Чтобы сказать Там разобрать ваши отношения Там с ребенком, подростком и так далее Да, все правда так Как понять, что ждать от психолога И как оцифровать Да, результат есть Я доволен-довольна Чтобы как раз и принимать решение О завершении терапии Или наоборот о ее продолжении Результат работы с психологом Это что такое? Точно не стоит ждать Быстрых решений Какой-то волшебной таблетки Да, что я сейчас приду И психолог меня спасет Да, точно нужно ожидать Какой-то такой глубокой Эмоциональной работы Это правда усилия Потому что вы приходите И в контакте с психологом Происходят какие-то ситуации Которые важно проживать Такая некая готовность И смотреть в свои чувства Это готовность Что-то действительно менять И тогда ожидать, наверное Какой-то поддержки В том, чтобы за этим В своей жизни идти То есть здесь ответственность 100% у психолога За то, что он делает Свою работу И как он это делает И 100% ответственность у клиента Который приходит и понимает Что я готов в своей жизни Что-то менять Благодаря тому, что я Что-то новое про себя Узнаю в терапии То есть изменение в жизни Это маркер результата Да, и изменение состояния В первую очередь То есть когда ко мне приходит клиент Я начинаю всегда работать С диагностической консультацией Мы проговариваем А к какому результату я хочу прийти И этот результат Он часто выражен в чувственной сфере То есть я хочу спокойствия Комфорта Может быть каких-то еще ощущений И тогда мы можем правда понять Вот сейчас у меня много тревоги Сейчас у меня много беспокойства Я хочу прийти к спокойствию И к комфорту И даже если это оцифровать Насколько я сейчас спокойна Там от 1 до 10 То в терапии этот показатель Должен меняться Ну то есть мне менее тревожно Или более спокойно А заметить это можно уже Через 2-3 месяца работы Значит все в порядке Очень много различных систем В какой работаешь ты Почему ты ее для себя выбрала Расскажи немножко об этом Я работаю в гештальт-подходе Это гуманистический подход Где как раз исцеляющим фактором Являются взаимоотношения с клиентом То есть на самом деле У нас в жизни могут происходить Какие-то ситуации Ну допустим Я хотела когда-то в своей жизни Внимание Я это внимание не получила И произошла какая-то такая Некая остановка Некая защита То есть по сути Незакрытый гештальт И в жизни бессознательно Так как психика желает исцелиться Я буду создавать ситуации Для того, чтобы это прожить И тогда мне необходимо Понять эту потребность Закрыть ее каким-то образом И тогда гештальт по сути закрывается То есть чем больше вот этих вот Завершенных процессов Тем больше ты чувствуешь себя в порядке Спокойнее, комфортнее Да, и гештальт-подход Он как раз нацелен на то Чтобы работать вот с этим Завершением каких-то историй Которые мешают двигаться вперед Да, потому что если произошла остановка То ты как бы останавливаешься В чем-то важном для себя Постоянно в жизни Так вот что значит закрыть гештальт Потому что это сейчас такое Распространенное выражение К употреблению даже в бытовых каких-то ситуациях Я упустила один важный момент Когда мы говорили про срок работы с психологом Но я вернусь к нему деньги Вы знаете, я люблю про это спрашивать Все-таки, на мой взгляд Услуги, что врачей, что учителей Что психологов должны быть дороги Потому что здесь работа идет самым сокровидным Но это мое личное оценочное суждение Как ты к этому относишься Из чего формируется цена Работаешь ли ты с этими возражениями Есть ли люди, которых ты не берешь Которые говорят Ой, дорого, отдайте скидку Стоимость Это фактор, который правда сдерживает От прихода в терапию И одновременно это фактор Который показывает мою готовность вкладываться То есть я готова вкладывать Свои силы эмоциональные Я готова вкладывать свои финансы Для того, чтобы ситуацию это разрешить Если я не готова вкладываться То нет ответственности То есть по большей части я не хочу решить ситуацию Я хочу, может быть, чтобы меня спасли Чтобы там что-то мне сказали Или сделать вид, что я решаю Да-да-да Если есть вот это вот желание разрешения ситуации То ты точно будешь готов деньги вкладывать Вопрос в том, что у всех правда разное материальное положение И психолога можно найти за любые деньги То есть если зайти на сайт B17 То найти специалиста, да, он будет начинающий За 500, за 1000 рублей возможно Вопрос в том, что ты готов регулярно Делать эти платежи для того, чтобы ситуация менялась или нет У меня дороже Гораздо дороже Я понимаю, потому что даже само образование и обучение В моем случае стоит дорого То есть это регулярная супервизия Это личная терапия Это дополнительное обучение в институте То есть я продолжаю, да, свой профессиональный путь И я закрывала, да, предыдущий месяц Когда я смотрела свои расходы То есть в прошлом месяце только на образование На поддержание моей профессии У меня ушло около 100 тысяч рублей Поэтому специалист, который вкладывается в свою работу Не может стоить дешево Тем более он не может взять бесконечное количество клиентов Потому что если это бесконечное количество клиентов То это опять упаханный психолог Это вопрос к эффективности работы, конечно Да, у него нет ресурса для того, чтобы помогать Поэтому у психолога ограниченное количество клиентов И понятное дело, да, что стоимость складывается Из его вклада в образование Его опыт Кейсы, которые он действительно дает И время на то, чтобы психолог смог отдохнуть То есть он был в ресурсе То есть это тоже определенный фактор Чтобы работать, продолжать работать с собой эффективно Очень важная фраза прозвучала Про то, что мы опять все возвращаем к себе Хотите ли вы решить проблему Если вы хотите, вы готовы в это инвестировать время Свои усилия и деньги Это абсолютно естественно Я как человек, много работающий с людьми Подтверждаю Совершенно не ценят люди Бесплатные мероприятия Бесплатно отданные видео на просмотр Ты им высылаешь И такие, да, да Напишите в директ, кто хочет посмотреть Там мастер-класс такой-то Мы все хотим продвигаться Мы все вас, Ольга, очень уважаем Мы все любим Ты высылаешь там 20% открытия рассылки В смысле? Тебе бесплатно выслали подарок Кладезь знаний Там действительно практически прикладные вещи, инструменты Я уверена в качестве материала Человек даже не открывает У него хватило энергии, только чтобы Да, написать в директ Пришлите мне ссылку И указать там свою почту Это все Поэтому желаю тебе Клиентов благодарных и понимающих Чтобы вот в этом тандеме В построении этих отношений Вы могли приходить к нужному для них результату Спасибо большое И я предвкушаю нашу следующую встречу Про ресурс Тема актуальная для всех и всегда И сейчас особенная Спасибо, Ольга Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому